В канун Нового года в Институте третьего возраста в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района был организован праздничный концерт с песнями и танцами. Среди приглашенных – самые активные, инициативные и творческие личности. Разделить праздничное настроение, познакомиться и пообщаться приехали представители разных возрастов, а прекрасные музыкальные номера и теплые слова создали для них душевную атмосферу. Именно такого плана мероприятия нужно делать традиционными, поскольку человек проводит сам, кажется, семейный праздник, Рождество, Новый год перед телевизором в одиночестве. И часто так случается, что мероприятия, которые возникают по инициативе волонтеров и слушателей, приобретают традиционный характер. Поскольку совпадают цели работы отделения, то есть профилактика социального одиночества, с потребностями подопечных. Популярность танцев среди людей пожилого возраста в последние годы растет. И танцы помогают представительницам серебряного возраста не только весело провести досуг, но и буквально продлить молодость. А еще в танце человек забывает о личных проблемах и невзгодах. У него поднимается настроение, и что также является залогом хорошего здоровья, и не только. Множество ярких и красочных номеров было подготовлено участниками концерта. Такие выступления создали в зале атмосферу праздника и подарили массу незабываемых впечатлений. Мероприятие прошло на одном дыхании и подарило всем гостям положительные эмоции и хорошее настроение. Очень важно, потому что все же сидим здесь одиноки, у меня сын в Канаде, семья там, у них Рождество, я все это уже увидела. И я поддерживаю фотографиями, типа, Саша, не волнуйся, у мамы все хорошо. Нам сказали утренник, все, это значит для пенсионеров это должно быть весело. Люди здесь показывают, на каком уровне. Самое главное, что они общаются, что они не сидят дома, что они заняты каким-то творчеством. И это прекрасно, потому что я, например, в этом институте преподаю гитару. Ко мне приходят люди, которые всю жизнь мечтали научиться, но по каким-то причинам не смогли этого сделать. И вот сейчас, когда они уже свободны от внуков, от детей, от работы, они приходят и реализуют свою, можно сказать, мечту жизни. Для каждого присутствующего на новогоднем празднике важен один и тот же подарок – понимание, что и в следующем году они все будут рядом, также общаться и проводить время вместе.